Здравствуйте! Хочу показать вам, как можно переделать чешки. Вот у меня у ребенка были чешки белого цвета. Но почему-то сейчас шьют такие чешки на очень узкую ножку. Если у ребенка ножка хотя бы чуть-чуть, даже не широкая, а вроде как смотришь и нормальная, но почему-то они по длине на нас хорошие, даже можно еще длиннее ножка, чтобы была. Но вот здесь они узкие, они сдавливают почему-то пальцы у ребенка. Ну, я нашла кожезаменитель черного цвета и решила чешки переделать. То есть я основу оставила, вот пятка у нас будет, я их распорола полностью. У меня все идет, кроме вот этой вот передней части. Эту переднюю часть я решила сделать больше, то есть шире, для того, чтобы ребенку было комфортно. Потом я вообще хочу снять эти мерки, ну, не мерки, а переснять, как бы как выкройку, и пошить уже ребенку кожаные. Из чего можно пожить кожаные? Я думаю, что, ну, не обязательно прям кожу покупать. Найдутся у кого-то дома старенькие кожаные сапожки, которые вы уже не планируете носить. И из голенища можно пошить прекрасные чешки. Итак, вот видите, да, здесь у меня длина осталась та же, здесь у меня то же самое. Вот эту часть я увеличила. Ну, то есть у меня, у ребенка, получается, увеличится где-то в целом на сантиметр. Даже, может, чуть-чуть больше. Ну, сантиметра, я думаю, хватит. Итак, что мы делаем? Теперь мы пришиваем резинку. Будем ставить вот таким вот образом. Пришиваем здесь резинку. Потом мы по намеченной нашей середине пришивать будем середину к середине. Прикладывать. И пришивать. Вот видите, я на дно, да, на настельку положила сюда ткань. Ну, такую более хэбэ она, чтобы было ребенку более комфортно и удобно. То есть мы пришиваем резинку, потом начинаем приметывать эту часть. И потом пришиваем нашу заднюю часть. Ну, то есть сейчас будем делать, будем видеть. Вот я нашила резиночку назад. Теперь буду приметывать к нашей стелечке. Вот я совмещаю центр с центром. Я здесь буду скалывать булавочкой. То же самое я сделаю на нашей пяточке. Тоже скалываю. Для чего я это делаю? Потому что я не знаю, ну, как мне правильно распределить по нашему овалу. То есть сейчас я буду вот так вот прометывать, чтобы я увидела, где у нас же идет вот эта линия соединения. То есть вот эта часть, вот она будет у нас, ну, вот накладываться одна на другую. Ну, то есть либо сантиметр надо наложить, либо там 9 миллиметров, либо полтора сантиметра. Это уже будет видеть, когда я более-менее близко сметаю. То есть пока сметываю. Я прометала с пяточки, прометала с переда. Ну, и до металла вот так вот я чуть-чуть не соединила, для того, чтобы увидеть нахлёст, насколько у нас оно идет в нахлёст. Теперь я закрепила булавочкой с одной стороны, даже чуть-чуть прошла ниточкой. Теперь по лицевой стороне я сейчас все это буду прошивать, соединять вот таким вот образом. Булавочка колется. Вот таким вот образом закреплю тоже. И буду прошивать в круговую. После того, как мы в круговую все прошили, снимаем намётку и выворачиваем. Наш чешек уже готов. Ну, намётку я сниму. После того, как вы вывернете, вот так вот пройдите по всем краям, там, где у нас сшивалось, таким вот образом, ну, как бы разомнёте их чуть-чуть. Ну, вот такой вот чешек у нас получился. Точно так же по этому принципу делается и второй чешек. И подъём здесь хороший. Ну, и ребёнку будет намного удобнее. Надеюсь, вам было всё понятно, полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok